короче связка такая как раз мы вчера поминали цветочки буфи напоминаю вчера мы всю дорогу делали инспин оппозит и антиспин оппозит и финальная штука была квадрат не на квадрат слишком легкий вера это плохо тяжелая они очень короче только на мастер-классе поняла что у меня слишком тяжелая вера что мы а у нас две пары тяжелых для номера и т.п. а в смысле здесь лишнее но в принципе для связки не обязательно собственно мы делали это вера кроется навстречу друг другу очень многих и разбивались на одно направление если у нас мы делаем цветок и у нас вера крутится в одном направлении руки идут навстречу друг другу получается гуфи собственно гуфи это объединение спин и антиспин вот лекцию по цветам лучше к мелу суть в том что при вот этом цветке связка состоит просто из объединение ромашка черт побери накрутили сейчас вспомнить не могу а есть запасный бас а да вон там лежат предупреждаю неудобно вот ура я все вспомнила собственно правая рука делает то же что вчера делала я может быть 10 четверку левая рука делает другую штуку которой мы вчера делаем да вера крутятся в одну сторону и левая рука делает оборот 1 оборот 2 оборот 1 оборот 2 это простая часть одна рука делает два оборота и только по горизонтали 1 . 2 . 2 рука делает 4 оборот 1 . 2 . 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 для своих лай Lyun Driver хорошо собирается в разные связки довольно понятно да стартовая точка We rock Vi rust образовываем один кружочек и начиная отсюда мы делаем И вотess перешли сюда сначала делаем дополнительными оборотами Синхронизировали, выровняли здесь, здесь. Сейчас у нас правая пойдет вверх, левая пойдет направо. Ну, с постерами сразу все понятно. Да уж. Вот по подобности там, если в кап делать, как снизу его выровнять? А его можно выровнять, только если у тебя веера достаточно маленький. У этих еще и баланс, скорее всего, странный, потому что верхняя часть чуть больше, чем нижняя. Вот, и все вот эти вот штуки прекрасные там, с внутренними плоскостями, вот так вот, не выравниваются только если у вас веера маленькие. Маленькие, это значит вот так. То есть у меня получается вот, веера доходят чуть дальше локтевого сгиба, да. Вот. Вот это, в принципе, нормальный размер веера для вот американской техники. Паучки-ковырялочки, да, они вот такие должны быть. Нормальные русские веера, они обычно вот до сюда, плюс 5 сантиметров. Поэтому с ними уже очень плохо проходят вот такие вот темы. и там, четверка антиспин, которая проходит вот здесь вот, над ухом, перед вами, потом вот здесь вот, и потом отсюда на ухо опять. Просто веера не полезают. Порос должен быть 2 метра, чтобы руки были длиннее. Ну вот, продолжаем. Просто штука получилась? Нет. Пам, 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 пам. Первая вариация. Буфи. Поняли. Четыре. И два. Следующая штука. В чем суть? Та же самая фигня и споем. Стартовая точка. Вертикаль. Антиспин. Антиспин. Общий оборот. Получается стартовая точка. Пам-пам. Общий оборот. И отсюда опять. Пам-пам. Общий оборот. А, варианты это показать? Да. Духойная штука. Следующая. А? Это следующая. Это просто ромашка. То есть вот здесь. Из этого положения существует куча всяких разных вариаций. То есть кроме вот этих самых очевидных. И споем. Можно их миксовать, объединять. Так, смотрите, на всех этих штуках и равную кучку. В одну сторону. Я тогда теоретически кучу поставлю. Вот вчера они у нас были вот так. Сейчас они вот так. А еще раз, можно начальная точка боковая, да? Если мы делаем вот эту штуку. В принципе, все можно начинать боковой. Получается, сделали мы. Вот эту, выше сюда. Сделали вот это. Да, можно еще добавить ромашку. Все повторили. Да, я просто на конца связываю. Так. Я смотрю, думаю, по сколько повторений надо поставить. Хорошо, по одному. Такие контрасты. Стартовый цикаль, допустим, чтобы не купаться. Два. Два. Нет, сурово будет. Лучше по два. Почему сурово? Ну, потому что у меня легкие сбиваются. Я знаю. Это значит, что все остальные тоже сбиваются. На самом деле, нормальная такая проверка, берешь легкие веера и понимаешь, что происходит со всеми остальными веерами в группе. Ровно там, где ты косячишь, косячишь человек, который первый раз пробует элемент. Да, он еще пораньше скосячили. До этого. Так, стартовая. Получается, левая пошла по антистину, правая пошла по спину. Погнали. Раз, два, три, четыре. Пришли стартовые точки. Сделали. Раз, левая, два. Правая. Сделали. Раз, на мальчик. Два рома. Два рома. Получается, правая сверху, левая снизу, правая спин, левая антистин. Да я понимаю, я уже делал гостюр. А, да? Кожа сладит. Пошел Гуфи один вдруг, да? Да. И здесь встретились. Хорошо, когда что-то умеешь, и тебя на другом регистике может сразу поздно. Да. Это не надо учить. Пам. Пам. Еще раз, нет? Два. Два оборота должно быть. Да. То есть. Пам. Раз. Два. Раз. Второй. Пришли до сюда. Дальше. Раз. Пам. Раз. Пам. Пам. Да. Правая вверх слева, правая вверх правая. Правая вверх слева, правая вверх справа. Тель. 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 Антистинь. Слева. Антистинь. Правая. А потом еще какие-то ромашки. Да. Ну ромашка это просто из вот этого. Поменяли. И кто задумался? Там. Да. Поменяли. Два, два и два. А? Я просто в другую сторону. Да. Да. Я сейчас бухни, я чуть-чуть смотрю, если классный. Да, вообще все спят. Не хватает большого автомата с кофе. Да. Да, вообще не хватает. А золотились бы. Да. Инкассация просто каждый вечер ездила. Выгребать. Надо Балюре сказать. Синиз. На автомате кофе надо зарабатывать. Берешь в аренду на неделю. На следующий фестиваль набрали. Не, я с тобой взяла кофе, ручайник, конечно. А есть ручайник, уговорим, по первому кайту же? Да, он гуляет по рукам. Вот так. Вот так. Вы говорите о нашей проблеме? Ужу. Получаем. По два, да, повторяем? Да. Два. Три. Вот. Раз, еще. Два. Четыре. Раз, два. Да, я повстанела, я обладела. Это вот. Нет, я сюда. У нас получается вот это. Спасибо. И там. Повернусь. Это кожа, да? Да, это мы уже идем в северку. Саш, куда ты ходил? Антиспиновый фонтан. Правая, левая. Правая, левая. Мне кажется, восьмерка обратная по другу. Да. Опять же, как всех цветов, восьмерок с веерами и так далее, делается куча разных вариантов. Я делаю через, и через прокрут, и через выворачивание рук. Таким образом. Прокрут на большом пальце. Жарко, не текай теперь. Вау. Это большой палец. Здесь. Это большой палец. Прокрут. А, прокрут. Это что, это фонтан? Антиспиновый фонтан. Они тоже там восьмерка обратная. Они отличаются направлением движения. Нет, я имею в виду, что внешне, мне кажется, всем не взгляд, вообще. Нет. Ну, смотри, вот. Этот фонтан. Причем этот поздно еще. Максимально по себе. Мариант. Смотри, вот. Тут только на большом пальце. На большом, что тут же. Не про круто, перехватный большой палец. То есть, где нужно не полностью поменять положение, а вот настолько. Получается. Пам, пам, пам. Так. Правая. Правая. Раз. Перехватывай. Нет, сдох. А. Ты. 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 Вот мне вот тут. То есть, ты левая вообще не перекватываешь. Правая. С верами у нас вот так вот и выходит. Левая. Правая. Левая. Поменялись. Правая. Левая. Правая. Левая. Поменялись. И так далее. Вот на верах оно вот именно так. Здесь эта рука, другая эта. Эту. Так и идет. На паях можно еще дополнительно навернуть там проще. Ну, кстати, на верах тоже можно. А? А? Стема будет ругаться и говорить, что за долбали. На верах можно, но на каждый дополнительный заворот. Ну, можно. То есть, там что-то делаем. Ну, смотри, там magic начинается, потому что тебе нужно. У нас управлять. То есть, например, я делаю за счет прокрута на большом пальце над головой. И здесь он как-то вот так вот выходит. То есть, все можно, да. В принципе, можно еще и вот так вот. Ну, все приблизительно. Так, на чем мы там остановились? На фонтане. У нас фонтан получается. Первое движение. Во-первых. С тех ли есть? Ты у пиццы набираешь. Вот это. Ага. Ну, если ты уже вперед, дай мне. Да. Воу. Слушай. А, лучше. Угу. Супер. Базовое положение. Сюда. Правильно? Хорошо. Так, вот, на бумажные. Бездая рука. Не смешно. Вышли сюда. Сюда наоборот. Прокручиваем на большом пальце. Сходили руки сюда. Здесь делаем так. Делаем перехват. Длина неаккуратно. На большой палец. И, ух-тфу, левая рука перехвата на большой палец. Правая. Сукается в левую пищу. Левая делает вот здесь прокрутку. А, дошло. То есть, ты тоже не такой вот поддак. Да. Вот. Второй вопрос. У всех ли получается вот такая возьмемка? Закорючивая. А, как она делается? Веер. Большой палец просунули. И уронили. Веер должен взлететь вот в такое положение. Как? И в него, в принципе, прийти. Поставили руку. И повесили снаружи на большой палец веер вот так. Вот еще нужна рука. Нет, снаружи. Первый раз. А, друг другу надолбую. Нет. Еще раз. Поставили руку. Да. Да. И повесили на палец веер. Веер просто висит на пальце. Контрольное положение. Взяли. И крутим. Да. Да. Получается вот такое колечко. Можно там покрепче взяться. Но суть все равно в том, что здесь оно приходит на большой палец. Если рука расслаблена и веер крутится на кончиках, в принципе, вот здесь на последней фаланге, и этими вы строкуете, то и рука даже не сильно выламывается. Ну, да, выламывается там чуть-чуть рука. Плюс в том, что недолго это делается. Это реально смена. Как получается? Да-да. Ай, я пацин. Как ты как-то тут на травы? А? На левой. На левой. Очень на правой. Вот. Тыц. Здесь вот эта рука делает... Вот так. А где на правой? Просто, да. Чтобы ей вылезти из-под левой, она делает это, что не прокручивается. Из-под руки, да? Да. Тот же самый принцип, который у нас был. Здесь. Тот же действует и на обратно. Чтобы одна рука вышла из-под другой, нужно дополнительное время, которое появляется из дополнительного оборота. В данном случае на ладони. Это ты сейчас отпустишь? Нет. Это просто обратная трехбитка. Нет, в целом. В целом, да. Это антиспинная фонтанная вера. Только что я обучу цеплить, потому что я в двух сторонах. Ну, следи. Вера крутится. Куда? А руки? Сейчас я просто приму восьмерку к передней и делаю с правой стороны. Вот. И надо попробовать. То есть я получила, должна делать, когда она вверх. Да, правильно пошло. Вверх и вверх. Главное начать. Очень красивее. Там перехваты. Главное начать. Б Man. Верху. Там перехваты. Тức за wells.